Всем привет! Вот видите, я нахожусь в месте, где я обычно с вами откровенно разговариваю. Ну вот, поэтому, наверное, опять в этом месте я опять откровенно разговаривала. Сейчас я решила сегодня записать видео. Я его долго не записывала, но я долго себя настраивала, собиралась мыслями, и всё-таки я решила его записать. В общем, я хочу записать это видео и посвятить его всем тем девушкам, женщинам, которым тяжело в данный момент, или которые, может быть, прошли через похожие ситуации, такие как развод, расставание и всё такое, поделиться с вами своей ситуацией и поддержать вас и смотивировать вас, чтобы вы не боялись ничего, чтобы вы действовали и, несмотря ни на что, верили в себя и двигались дальше только к лучшему. К чему всё я это? Я знаю много историй, что у нас много девушек замужем, либо они разводятся, и насколько им тяжело начинать жизнь с самого начала, тем более, когда они были, допустим, замужем, или они до сих пор находятся замужем с маленькими детьми, они не работают, они сидят дома, занимаются хозяйством, детьми, мужем и всё такое. И наступает, скажем, такой момент, когда ваше отношение подходит к концу, и нужно делать какой-то шаг, но этот шаг делать очень тяжело. И всегда, чтобы что-то в вашей жизни началось новое, нужно пройти через какие-то испытания, и нужно не бояться сделать этот шаг и действовать для того, чтобы начать новую счастливую жизнь. Я знаю, что многие девушки доходят через развод, насколько у них стрессовые ситуации, насколько они потеряны просто, они не знают, как жить дальше. Вы жили с вашим мужем-пойферном много-много лет, вы зависимы от него материально, не знаю, как физически, ментально, то есть вы привыкли к определённому образу жизни, ваш молодой человек вас содержал, либо у вас там, не знаю, может быть, как-то вы работали вместе или ещё что-то, ну, приходит такой момент, что всё заканчивается, всё подходит к своему логическому концу, и нужно что-то делать, нужно начинать всё заново. И вы просто в таком состоянии, вы боитесь, вы с маленькими людьми на руках, вы не знаете, куда вам идти, вы не знаете, что вам делать, вы не знаете, что вообще будет дальше и как жить дальше. Давайте я вам расскажу свою ситуацию. Я с вами делюсь своей жизнью, но очень таких глубоких подробностей мало-мало кто знает. Ну, давайте начнём сначала, допустим, меня не видел, не знает. Вы знаете, что, я не знаю, сколько прошло уже месяцев семь, когда я, мы закончили мои отношения со своим бывшим. Шли мы к этому достаточно долго, и, мне кажется, последний год это как минимум уже был такой очень-очень эмоциональным. Помните, это было в февраль прошлого года, когда у меня было такое просто разбитое состояние, когда он просто исчез, когда он просто был не в себе, когда он сказал, что всё, я так больше не могу, всё-всё-всё помните, это было год назад. И у меня просто было такое состояние, что делать, как жить дальше, как так мы с человеком прожили столько проблем, но были вместе столько времени, и он просто решил всё обрезать, всё закончить. Но потом, помните, мы более-менее, что ли, как-то наладили отношения и пытались их строить снова, но уже ничего не шло, потому что то, что разрушилось, как говорится, одна ваза, которая разбилась, её уже не склеить вместе. То же самое с отношениями. Так, вы помните, что, вы помните, что мы вместе работали, сначала это была заправка, потом мы вместе занимались фитнес-чаллендж, то есть был построен сайт, которому очень долго, много работы ушло на это, потом мы начали вместе заниматься магазинами, то есть всё, что мы делали, мы делали это всё вместе. Ну и, конечно же, вы знаете, что я за это получала какую-то определённую зарплату, да, в чате. Была моя, скажем так, full-time job, которой я занималась дома, из дома целыми днями, целыми вечерами, и получала за это зарплату. Ну и плюс на выходных я работала в ресторане. И вот как раз-таки в последнее время, то есть очень сильно меня тоже волновал такой вопрос, как мы, как я буду жить дальше, если мы разойдёмся. Особенно волновал, конечно, материальный вопрос, что я буду делать дальше, как я буду содержать себя, как я буду содержать свою дочку, плюс ещё две собаки. Был большой страх, я сильно боялась. Может быть, из-за этого мы ещё находились вместе, потому что я боялась что-то закончить и начать всё сначала. Но жизнь расставилась всё на свои места, и само собой это всё подошло просто к концу. То есть, после того, как мы уже решили, что всё, но уже нету ничего, уже пора расставаться, всё уже. То есть, какое-то время, буквально там пару месяцев мы ещё общались, мы пытались вместе работать. До тех пор, пока он мне сказал, что я не вижу, что все эти бизнесы приносят какой-то торгод, и я не хочу этим больше заниматься, ни фитнес-челленджи, ни магазинами, ни сайтами, ничем-ничем. И у тебя есть два месяца, чтобы найти себе работу, чтобы заменить себе вот то, что я получала, ту зарплату, которая там была. То есть, у тебя есть два месяца, чтобы что-то сделать, чтобы найти себе работу, скажем так, чтобы обеспечивать. Типа, через два месяца больше ты зарплату получать не будешь. Пожалуйста. В путь. Об этом я никого вам не рассказывала. Конечно же, у меня была, вот как я, с чего я начала, я видела, что у меня был страх. Это, конечно же, паника, где я буду работать, что я буду делать, как я буду содержать себя, как я буду содержать свою семью. Я здесь одна, без поддержки, без кого-либо, никого здесь нет. Что делать дальше? Активно я начала заниматься поиском работы, потому что, получается, если у меня уходит моя основная зарплата, получается, у меня остается только зарплата с ресторана, в котором я работаю два дня в неделю. Ну и плюс мои магазины, плюс моя фитнес-челлендж приносит доход, но она не приносит такой доход, чтобы мне не нужно было работать. То есть, это все сейчас в процессе, это все сейчас в развитии. Я это ничего не бросаю и продолжаю этим заниматься, потому что я не на полпути дела не собираюсь бросать, как некоторые. Была большая паника. Я отправляла резюме, я не знаю, по 20, может быть, 30 раз в день в разные места. Я себе поставила цель, что мне нужно найти какую-то работу какую-то, то есть, тоже была, где работать, кем работать. У меня нет образования, у меня не законченное образование, а опыта у меня в моей образовании, который я получаю, у меня его нет. Что я умею делать? Могу быть бартендером, потому что я работаю уже этим занимаюсь много лет и там, в принципе, на этом можно заработать, как сказать, чтобы сплотиться со своим. Считается такое. Вместо того, чтобы, знаете, устроиться куда-нибудь работать в офис и проводить там с утра до вечера и получать какой-то оклад маленький, эти же деньги вы можете заработать буквально, не знаю, за 20 часов бартендерства в неделю. Вот. И я начала заниматься поиском работы. Я себе поставила цель, что я должна уйти к какой-то работе, тоже к бартендерам, к какой-нибудь ресторан, либо к какой-нибудь бар, хоть куда мне было уже доставиться. Сначала я выбирала, смотрела себе, ходила на интервью, говорила, что мне нужна только работа на вечер. Но потом я уже поняла, что мне нужно срочно. У меня есть какой-то кусок времени и время тепло быстро, очень быстро. То есть в нем в голове вообще дата стоит. Вот. И я уже начала, знаете, смотреть все, выбирать вообще все рестораны, клубы, бары, все-все-все в любое время. И потом уже смотреть, как я смогу подстроиться, подать расписание. В конце декабря, как раз перед, скажем так, сроком истекания моего срока, который мне дали до 1 января, меня приняли на работу в один ресторан. Это одна большая, одна из больших корпораций в Америке, ресторанов, на бар. То есть неделю я проходила, то есть я пришла к ним на интервью, и только через неделю мне позвонили, и с 3 января меня официально взяли на работу. Неделя сначала у меня была тренинга, потом мне уже дали расписание. Сначала, конечно, расписание было ужасное, самые, конечно же, отпустительные шифты, в которых денег совершенно было не заработать. Но со временем они видели, что я хорошо работаю, что я все выполняю, все их требования, они мне дали самые очень чистые, скажем так. Можно сказать, что я в срок уложилась, и до поставленного у меня времени я нашла работу, я начала работать и зарабатывать. То есть я смогла, как сказать, поменять то, что я получала там, какой оклад. То есть я нашла себе, заменила себе работы, которые я получаю, такой же оклад даже больше. И плюс до сих пор я работаю в Татьяну. То есть в последнее время, если мне кто-то писал, значит что-то совсем пропало, еще что-то там, почему-то там сказала, это видео выставишь не выставляла. Потому что, девочки, мальчики, я сейчас работаю, у меня две работы. Ну, как получается, партайм. Партайм это до сорока часов. У меня получается, что я работаю пятница с фото и воскресенье, я работаю три дня подряд. Я работаю с десяти утра по четырех на одной в одном ресторане, и потом с пяти я несусь в Татьяну, где я работаю до трех утра. И потом мне на следующий день, получается, снова нужно идти на другую работу в десяти утра. То есть у меня получается, что в выходные я сплю по три-четыре часа за сутки. Поэтому у меня такое состояние какое-то мне вообще сломанное, не сломанное. Вот. Вот такие вот дела. Теперь вы знаете, почему меня так нечасто видно, где я пропадаю. Потому что я сейчас работаю, что-то скажу. Плюс у меня есть выходные, конечно же. Есть еще свободное время, которое я все просто полностью посвящаю своим магазинам, своим фитнес-проектам, всем-всем-всем. Скажу вам честно, такое состояние, когда ты отработаешь просто трое дней подряд по шестнадцать-всемнадцать часов. Допустим, я отработала пятница, суббота, суббота, суббота и понедельник. У меня просто реально нет сил, и тебе уже нафиг ничего не хочется. И я знаю многие люди, когда они вот так вот работают, постолька они говорят, да у меня нет времени, да я прихожу с работы как уставший, приползаю еле-еле. И валюсь с ног, какие можно там свои какие-то бизнесы строить. У меня был такой момент, думаю, ладно, сейчас нужно поработать, зарабатывать нужно, и потом я займусь этим бизнесом. Потом подумала про себя, если я сейчас это все отложу, то это потом я к этому просто не вернусь. И я просто через силы продолжаю этим заниматься, потому что я настолько настроена, потому что я настолько хочу, чтобы это все работало. Поэтому я продолжаю, то есть каждые свободные минуты, каждые выходные, допустим, как я делаю, если я работаю по вечерам до одиннадцати, до двенадцати, я прохожу домой, прежде чем я ложусь спать, я час всегда работаю над своими магазинами, отправляю свои заказы. Фитнес-челлендж, свои посты я делаю все-все-все, а выходные я полностью себе расписываю план, нужно нам сделать видео для фитнес-челленджа, видео для инстаграма, нужно сделать, добавить товары в магазин, нужно сделать рекламу, то есть я там все-все-все полностью делаю. Допустим, сегодня у меня выходной, и сейчас я должна буду записать, какие видео мне нужно записать, по магазинам мне нужно записать для вас видео, потому что я хочу продолжать этим заниматься, хочу. Даже несмотря на то, что у меня нет времени, я сделаю все, чтобы найти это время, потому что я хочу, чтобы... Я знаю, что многие из вас этим интересуются, я хочу, чтобы вы тоже этим занимались, потому что это на самом деле работает. Вот вы как понимаете, что это работает, но это, еще раз, это не сразу же миллионы, вам падают наголо, то есть это все занимает время. Поэтому на данный момент я работаю и плюс продолжаю заниматься своими местами. Многие спрашивают с учебой, что у тебя с учебой, почему ты не ездишь больше на учебу, потому что вы сейчас понимаете, все стоит на свои места, почему я не учусь в этом семестре. В этом семестре я не учусь, потому что вот как раз-таки у меня, когда начался семестр, у меня сложилась такая ситуация, что мне нужно было срочно найти работу, которая помогла бы заменить мне мой заработок. И пока я нашла эту работу, это третья, десятая, плюс все-все-все вместе, на учебу реально я бы просто не смогла потянуть на себя. Потому что я продолжаю заниматься фитнесом, я продолжаю ходить на тренировки, потому что тренировки мне дают настолько много позитивной энергии, вы просто не представляете. У меня такие были моменты, когда ты просто хочешь упасть, ты чувствуешь себя просто сломанным, на куски разорванным, тебе не хочется ничего делать. И когда я хожу на тренировки, настолько мне мотивация вообще вселяется, настолько мне дается силу, позитивная энергия. Все-все-все. Вот. Вот такие вот дела, поэтому еще раз хочу вам сказать, пожалуйста, не бойтесь начинать что-то новое. Всегда это страшно, всегда нужно пройти через какие-то испытания, не только закрыть дверь старая, неудачная, несчастливая, еще какой-то откроется новая дверь. Будет сложно, но это все временно. Пройдя через сложности, еще раз запомните, мы впустим в нашу жизнь новое светлое будущее. То же самое с отношением, как только я закрыла все, закончила там, у меня просто поменялась жизненность. Даже, говорю, у меня были такие моменты, что сложности там с финансами, с этим, с третьим десятым, но у меня внутри настолько, было так, настолько спокойно и хорошо, вы просто себе не представляете. У меня настолько все это сияло, улыбка была, что я зарегистрировалась на этом сайте знакомств. Столько там мне дают внимания просто вообще, настолько я, значит, снова поверила в себя. Это просто нереально. Если бы ты был в отношениях, ты себя не чувствуешь просто женщиной совершенно, то здесь ты получаешь столько внимания, столько комплиментов, и ты снова начинаешь верить в себя, и ты снова начинаешь расцветать, и ты снова начинаешь жить. Просто из-за вот каких-то маленьких таких мелочей, как комплименты, еще что-то, еще что-то. Вот такие вот дела. Что я еще предоставлю? Есть еще какие-то какие-то детали, связанные с бывшими, но я думаю, я не буду их уже выносить, потому что это немножко грязное белье, скажем так. Скажу одно, что я просто не верила в то, что человек, с которым мы были столько времени вместе, может сделать тебе настолько говняно. Я просто в шоке, что человек, который был с тобой столько вместе, который говорил, что... Твоя дочь, как мне, как родная дочь, как я вас всех люблю и обожаю, который даже не интересуется, как мы, как она сейчас живет, все ли в порядке, все ли вообще... Как вообще жизнь? Собак, которые покупали вместе, совершенно человека не интересует. Чем? У него теперь своя новая собака. Это так, мелочь. Это так, мелочь. Может быть, в один день я смогу вам рассказать то, что мне сказали, и как со мной себя просто повели. Это просто я была реально в шоке. Я сначала смеялась, но потом я начала это все просто раскладывать по полочкам, и я поняла, что это полный пипец. Как человек способен вообще на такое? Насколько в человеке может быть ненавистью? А из-за чего это все? Мы когда разошлись, мы были в нормальных отношениях. Откуда вообще появилась вот эта вся настолько ненависть, которая просто перешла в такие действия, которые я просто человека не ожидала. Я просто не ожидала, что человек может тебе в спину просто вот так вот потыкать и жить счастливо дальше, путешествовать, наслаждаться жизнью. Давайте один момент я вам скажу. Знаете, какой момент был один? Как только мы закончили наши отношения, тут же появляется подруга новая, просто друг, с которым мы проводим каждый день вместе, с которым мы отдыхаем, веселимся, ходим в разные места. Вот как только. Человек как будто ждал этот момент, когда мы все это закончим, чтобы... Представляете? Вообще. Я в шоке вообще. Но это не важно. Это не важно. Я верю... Я верю в Кабму. Я верю в нее. Поэтому нужно быть хорошим человеком. И тогда жизнь его вернется передом, а не одним местом. В общем, под конец скажу я вам, что за последние с января месяцы, получается, это январь, февраль, март, три. И последние четыре месяца жизни у меня, скажем так, перевернулась просто на 360 градусов. Но я встала, отряхнулась и пошла дальше. И у меня сейчас настолько много планов. И никто и ничто не остановит меня дойти до своей цели, добиться всего того, чего я хочу. И просто наслаждаться этой жизнью. А такие говняные люди пусть наслаждаются своим. И смотрят мой инстаграм и фейсбук, пролистывая каждую мою фотографию. И грызут ногти. Грызут ногти. Окей? Ладно. Все. Закрубляюсь этим видео, оно так получилось слишком долго. Немножко с вами поделилась я своей личной жизнью. Теперь вы знаете намного больше, чем с нами в последнее время. И я думаю, что многие из вас теперь меня поймут, почему я часто не выхожу, почему я не учусь, почему я не делаю то, что я обещала. Видео там, допустим, по магазинам по этому видео. Теперь вы все встали на свои места, теперь вы все понимаете. И я думаю, что все будет просто замечательно у всех. Так что, девочки, не боитесь, не боитесь ничего. Мы сильны, мы пройдем через все. Если мы даже упадем, мы встанем, отряхнемся и пойдем дальше. Первые два месяца было тяжело, очень тяжело. Мне помогала реально моя личная жизнь, мои разные вот эти свидания. Мне настолько это поднимало настроение, настолько мне давало такой заряд офигительный. Что мои огромные проблемы стали маленькими. Потом уже после все идет в гору, все налаживается, жизнь замечательная. И я знаю, что она будет только лучше и лучше. Все, а теперь пока. Пока.